Это пятилетняя Саша. Обычная девочка из обычной казанской семьи. Однако несколько лет назад жизнь Саши кардинально изменилась. У девочки обнаружили редкое генетическое заболевание, метахроническую лейкодистрофию. По прогнозам врачей, жить ей оставалось буквально несколько лет. И единственное, что могло бы спасти ее жизнь, это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Когда нашей Сашке исполнилось 2,5 года, она стала запинаться, потом перестала ходить и говорить. По прогнозам врачей, оставалось жить год-два, причем ребенок уходит в слепотегу, хотя полностью обездвиженный. Не так давно в израильской клинике Хадаса Саше сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора. К слову, донор нашелся там же. Им стал 20-летний служащий израильской армии, пожелавший остаться анонимным. И вот теперь Саше и ее семье предстоит пройти сложный процесс реабилитации, чтобы остановить процесс заболевания и дать возможность девочке жить нормальной жизнью. Пересадка костного мозга – это процесс, при котором стволовые клетки от здорового донора вводятся в организм больного. Из их приживления могут излечить от многих заболеваний. Донор подбирается по очелей типированию. У каждого человека есть примерно 25% найти донора в семье. В остальных случаях надежда исходит от поиска чужеродного донора. Свой вклад в пополнение базы данных регистра доноров костного мозга и реабилитации людей после подобных операций вносит научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Так как в нем находится подходящее для этого оборудование, имеются высококвалифицированные кадры, а также значимую поддержку ему оказывает РУСФОНД. Одним из мест, где сейчас в России проводят больше всего генотипирований костного мозга, является Казанский федеральный университет. У нас создана самая современная лаборатория при поддержке РУСФОНД, где проводится генотипирование, то есть определение HLA-генотипа потенциальных доноров костного мозга. Основным сдерживающим фактором сейчас является недостаток потенциальных доноров, то есть недостаточное количество людей, которые входят в регистры и готовы стать донорами костного мозга. За последний год в России было проведено порядка 2000 операций по пересадке костного мозга. Такая цифра стала возможна благодаря тому, что в стране уже давно действует регистр доноров. Любой человек может найти буквально 20 минут свободного времени, прийти в лабораторию, сдав кровь, тем самым пополнив этот регистр. И кто знает, возможно, именно ваша кровь сможет спасти чью-то жизнь. Лев Диденко, Ленар Довлетьяров, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.